Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей. Подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы с вами распаковываем очередной продукт от компании Xiaomi. На этот раз для кухни. Что ж, и сразу после заставки канала. Погнали! Итак, у нас очередной продукт для кухни. И снова-снова от компании Xiaomi. Постепенно мой канал начинает превращаться в обзоры исключительно продукции Xiaomi. И представителям Xiaomi давно пора обратить внимание и сделать мне предложение. Уже присылайте мне уже товары на обзоры целенаправленно. А на этот раз мы обозреваем в данный момент на экране описание лота. Это у нас должна быть индукционная плита от Xiaomi. И пока вы изучаете описание лота, я начинаю посылочку распаковывать. Долго я не решался сделать заказ данного продукта. Уж больно он редкий и неизведанный. До этого я активно использовал продукцию компании KITFORD. Конкретно плитки. Но характеристики этой индукционной плиты от Xiaomi, конечно же, привлекали меня достаточно давно. И, наконец, этот товар у меня на обзоре. Вот такая вот невзрачная, в принципе, картонная коробка. Чуть-чуть она у нас помялась. Хотя была в пути у нас транспортной компании DPD. Вот. Ну, что же делать? Логистика такая штука. Доставить прям совсем не помятый продукт достаточно сложно. На DPD я не в обиде. Здесь у нас, тем более, что продукт занимает не всю коробку и совсем чуть-чуть помяться ему даже, наверное, и нужно. Добавили мне переходник сразу же. Ну, это нормально для продукции с китайскими вилками. Есть у нас антистатический пакет и много-много-много у нас здесь пенопласта. Так, все извлекаем. Коробка пуста. Так, пенопластовый лист раз. Пенопластовый лист два. Пенопластовый лист три. Инструкция на китайском. И пенопластовый лист четыре. Ну, ладно, разберемся и без английских инструкций. Вот такая у нас плита. Очень покрытие напоминает, кстати, покрытие последних плит от Китфорда. В общем-то, приходит все это примерно к унификации. К сожалению, здесь у нас надписи на китайском, но к этому приноровиться несложно. Так, читаем надписи здесь. Читаем надписи здесь, кто китайским владеет или умеет пользоваться гугл-переводчиком. Вот. Все, в общем-то, очень-очень обычно. По мерке индукционных плит ничего сверхъестественного здесь и не стоило ожидать. Ну что ж, давайте с вами проведем стандартный тест, который я всегда провожу. А именно, скипятим кувшик с литром воды. Ну и заодно посмотрим, как плита себя ведет. При включении плита пикнула и включился ненадолго вентилятор охлаждения. Так, потребление у нас в режиме стендбай 1,4 ватта. Я измеряю его. Наливаем стандартный литровый ковшик воды. Помещаем его в центр плиты. Ну и давайте как-то с вами его включать. 2,100. Это, в принципе, максимальная мощность. Засекаем время. Идет очень быстрый нагрев. Потребление 1980, 1976, 1986, 1982, 1975, 1984 ватта. Ну, в общем, примерно 1970. Где-то вот так 1980. Не 2,100, как у нас здесь отображено. Больше не прибавляется. Меньше убавлять, пожалуйста, можно. Если я найду картиночку с обозначением всех кнопочек, в данный момент мы ее на экране можем увидеть кратковременно. Нагрев усиливается. Начинается характерный звук. По-прежнему 1972, 1965, 1968, чуть уменьшается. Потребление 1958, 1970. Так, уже пар, 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 пар прям начинает подниматься достаточно усиленно. Я его вижу. Ну, уже вода закипела. Сейчас уже я его выключаю, чтобы не замочить варочную поверхность. Все, вода скипела. Время на экране вы, соответственно, могли видеть. Наш тест закончен. Что касается энергопотребления, я также тест сделал. В данный момент потребление 3,4 ватта. Это, по всей видимости, потому что еще крутился вентилятор. Сейчас 1,3 ватта. Все, вот такое вот интересное устройство. Горячее, конечно, но это нагрелась поверхность от ковшика. То есть, поверхность сама по себе не нагревается. Нагревается именно посуда. Еще раз давайте посмотрим на характеристики данного устройства, чтобы более-менее как-то закрепить информацию. Я же на этом видео заканчиваю. Вас благодарю за просмотр видео до конца. Естественно, ссылку на продукт, где приобретал я, оставлю в описании под видео. Конечно же, кому видео понравилось, не забываем поставить лайк. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся. Нажимаем на колокольчик. А в конце видео о спонсорах. Ими являются международные площадки Алиэкспресс, Тимол, Джербест и Бангус. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Все, друзья, всем удачи. Мира и благополучия вашим домам. Всем уютным посиделок на кухне. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok